здравствуйте друзья из полночной но не совсем вечерней калифорнии я с вопросом к вам здравствуйте михаил меня также как и вас зовут михаил очень приятно 31 год живу в небольшом городе россии на границе с казахстаном имею свой бизнес в автомобильной сфере но в данной экономической и финансовой ситуации уже на протяжении года решаю вопросы эмоционального и психологического характера связанные с иммиграцией подал заявку в лотерею на грин карту проходившую в октябре этого года если не удастся с лотереей буду решать вопрос с политикой либо рабочей визы то есть широкий такой спектр у меня семья из четырех человек я супруга и двое детей сыновьями 10 10 и 2 года 10 и 2 годами всегда была интересна айти сфера имея опыт системного администрирования настройки персонального компьютера мака и юникс сферы английский знаю на уровне интермиде переезжать планируем в хьюстон штат техас в связи с гуманностью климата и приемлемой ценой за аренду жилья ну по сравнению с границей россии казахстана конечно хьюстон покажет сараем земной вопрос у меня к вам следующего характера имеет ли смысл обучиться в вашей школе сейчас через онлайн программу с вебинарами и подавать заявку на визу по h1b а как простенько на все а дальше уже легализовываться в зависимости от обстоятельств политика бизнес либо имеет смысл приехать в штаты отучиться по фулл программе и дальше уже решать по месту человек вы обстоятельный рассудительный посему интересно ваше мнение с высоты вашего опыта и нажитой мудрости нажито непосильным трудом мудрость мы ее сейчас подключим к решению конкретной ситуации ну что ж друзья я думаю что те из вас кто у нас на канале с большим опытом те из наших зрителей они скажут ну да человек не не очень сильно пока разбирается в особенностях виз по которым можно было бы приехать там и тогда из чего это видно значит для тех кто еще не очень разбирается значит это видно из того что михаил который задает вопрос не знает что для того чтобы приехать по рабочей визе надо их фонды надо иметь высшее образование по специальности по которой он приезжает и или надо иметь там 12 лет опыта вот по этой специальности в данном случае мы не знаем ничего про его образование и конечно что тут сказать ничего такого технически сложного он тоже не делал вот тоже там было перечислено это какие-то такие простые относительно работы не требующие высшего образования то есть он не программировал он серьезным администрированием не занимался там и так далее так по чуть-чуть но дело в том что рабочая виза подразумевает не просто желание человека приехать и работать а подразумевает его соответствие каким-то формальным требованиям помимо того что начинается процесс с того что нужно найти работодателя который хочет тебя нанять с тем чтобы платить тебе то что называется не не меньше вот этого привели нквич а привели нквич нынче очень немаленький и вот как бы политика новые власти к новой администрации которая сейчас скоро заступит так сказать станет у руля через буквально месячишка там пять недель вот новая администрация как бы считает что нужно не увеличивать количество рабочих виз а нужно просто требования поднимать и соответственно цену какую-то назначить доведешь из-за границы человека заплатили и вот мы мы не знаем как это произойдет но как тенденцию мы это знаем поэтому чтобы человек который там просто в онлайне получился на каких-то курсах даже на таких замечательных как у нас вы все понимаете вот маловато будет то есть даже если кто-то вдруг захочет его нанять что тоже странно потому что человеку надо платить там ну грубо там 100 тысяч долларов зарплаты плюс там бенефит всякий медицину и так далее то есть это очень серьезный расход и выпускника портов компьютер скул можно нанять там допустим для начала на 30 долларов частного на 25 ну если он даже годик уже поработал но можно нанять там за 75 вот там за 8 ну сколько что умеет поэтому нет никакого смысла ввести человека такой квалификации и кроме того его не пропустят ему визу не дадут в посольстве консулате посольство просто не получит визу в силу несоответствия техническим параметрам поэтому учиться у нас с тем чтобы потом получать рабочую визу значит ближайшие 12 лет ему не удастся учиться удастся но приехать раньше чем через 12 лет по рабочей визе ему не удастся это надо будет 12 лет проработать там к 43 годам может быть хотя проще за это время университет закончить какой там заочно и так далее значит но кстати если он пытается михаил пытается определиться с этой частью ну может быть ему переехать другой город там где есть работа там скажем по тестированию или программированию и может быть ему пойти поучиться они не у нас тут заочно тестирование пойти поучиться там на компьютер science получить если есть какое-то образование получить второе высшее по айти значит если нет высшего образования просто получить высшее образование и глядишь пройдет там лет пять не 12 а только лет пять и он сможет приехать по рабочей визе уже просто как как специалиста в какой-то области что что совсем неплохо и будет ему там 36 лет что тоже не не как бы сказать не так и много на самом деле то есть как вариант как вариант если мы говорим про рабочую визу и так далее если мы говорим о том что он приезжает в сша по какой-то визе мы не знаем по какой ну например по туристическому и он хочет куда через политическое убежище легализоваться значит полгодик его придется значит как-то может быть нелегально там работать подрабатывать а дальше у него будет разрешение на работу и вот может быть ему приехать к нам и у нас учиться на на фулл-тайм там и так далее я я бы так сказал если он идет по пути легализации через политическое убежище то может быть ему правильнее было бы как следует к подготовиться это не значит что ему надо учиться именно тестированию именно у нас а именно там после приезда а он может например до приезда я не знаю сколько у него времени есть может у него есть полгода может у него есть год он мог бы в течение года очень неплохо получится например там программировать на джаве на на питоне с базами данных там сиквел какой то есть можно составить какой там какой-то программку такую чем заняться всерьез он может при этом и и тестирование изучать ему для этого не нужно там скажем сюда приезжать он может наш курс онлайн и вы который висит в лекциях там послушно он может почитать книжки по тестированию может их почитать и по-английски например это не стоит ни копейки поэтому это даже не должен деньги на это тратить это вопрос времени вот поэтому я бы на его месте пока все это не произошло значит как можно лучше набрался бы технического тем более ему это нравится да значит вот изучал бы дальше когда планы его по приезду в сша будут ближе к реализации он может например взять онлайновый класс это не стоит 4000 с тем чтобы еще жить тут на местности в дорогом месте там и так далее непонятно где в это время семья находится и во сколько ему все это удовольствие выйдет значит может получиться у нас в онлайне на английском это стоит всего 1000 долларов и ехать себе спокойно там хьюстон или за может у него за это время планы изменятся и там спокойно себе искать работу у нас ребята находят работу из онлайнового класса если ищут даже если не искать то никакой курс ему не нужен вот а если он мотивирован то ему и онлайнового вполне хватит в общем то конечно трудно учиться вот так я бы я просто сейчас изучаю а селениум и это инструмент автоматизации тестировали изучая его слушая лекции нашего педагога педагог совершенно замечательный но вот эта ситуация когда сидишь у монитора и смотришь видео а видео допустим там два с половиной часа я хочу сказать что все на свете это проклянешь вообще-то это вы кто же состояние вот так вот да и все тебя отвлекает и и вроде уж сидишь даже внимательно и вдруг чувствуешь что-то задремал что ли там несколько секунд или там даже не знаешь сколько но вдруг отключился понимаете а может быть покушал чё-нибудь там с углеводами и тебя в сон начинает клонять я не знаю но я вот с каким-то особо глубоким сочувствием начинаю думать о наших онлайновых студентах знаете то есть когда я выхожу там в аудиторию но или люди которые со мной работают нас еще два преподавателя ведут онлайновый класс и там все-таки живой человек там какая-то интерактивная такая жизнь происходит там можно вопросы там как-то задавать там и так далее а если ты просто сидишь и смотришь я хочу сказать что тяжело понимаете ну ну правда тяжело поэтому а мы им говорим вот у вас 40 часов занятий живы живьем да а еще у вас есть там допустим 100 часов там 200 часов ну хорошо за сотню записей я думаю чё же они не посмотрели то но вот записи же есть ну что ж такое вот вот смотри на здоровье а тяжело вот я сейчас сам сижу я правда мне 60 лет и у меня не то что жизнь моя от этого сильно зависит но но я собрался я сижу и делаю конечно если бы я был реально мотивирован как бы живи в себе ну своей успешностью так сказать и плюс я был бы вдвое моложе наверное бы это как-то иначе происходило но все равно поэтому что я хочу сказать если он в состоянии учиться в онлайне пусть он учится себе в онлайне он может это делать я бы это делал до приезда в сша но с другой стороны учитывая что у него нет пока разрешения на работу да первые там полгода он мог бы это делать и находясь тут но на самом деле вопрос только вот какой легче заниматься когда ты далеко или легче заниматься когда ты близко потому что если он в америке ну там фьюстоне пусть будет может быть он должен работать подрабатывать у него нет времени нет сил там и тогда а может быть он сейчас не имеет времени никакого вот может быть он живет там на границе россии казахстана и работает по 14 часов день я же тоже не знаю плюс дети там и в общем все его отвлекают и жена там и тогда и то есть учиться надо в тот момент когда ты можешь сфокусироваться на обучение если тебе легче сфокусироваться когда ты дома учись дома если тебе легче когда ты тут значит учись тут это непринципиально потому что если он время потратил на то чтобы подняться на какой-то уровень базовых знаний опять какое-то программирование не там не не бог весть не дай бог сложная базовая вот базы данных там еще что-то html javascript ну такие простенькие вещи так на на примитивном уровне не дай бог там глубины какой-то не требуется но вот если вы уже на этом уровне находит он быстро подхватит там все остальное что там подхватывать что еще он может приехать сюда и скажем если у него не очень идет с работой с поиском работы а может быть у него есть там лишние деньги и он может скажем отвлечься от зарабатывания и на пару месяцев приехать к нам сюда из хьюстона и скажем пойти на практику там на полтора два месяца куда-то если хочется но я не знаю я я не считаю что это сильно необходимо потому что я рассказывал люди которые приезжают на практику от из онлайн нового класса я всегда поражаюсь зачем они приехали что они абсолютно готовы были искать работу но вот редчайший случай чтобы я сказал да вот действительно там ему или ей пошло на пользу все остальные могли прекрасно искать работу и через пару недель там максимум месяц бы уже работали они вместо этого приехали к нам потратили время деньги силы там это они не жалеют при этом я им когда говорю зачем же ты вот ну ты же видишь а дегат я не жалею ну хорошо поэтому если мы сильно приспичит ну так он приедет но он тут не будет шесть месяцев и вместе с семьей он приедет на два месяца и без семьи и соответственно вечером после там практика он будет ходить на уроки подтягивать какие-то свои там знания в таком формате аудиторном и вот вот и все то есть если если планировать вот я бы так спланировал но опять мы в принципиальном плане упираемся в вопросе легализации то есть вопрос профессии работы там и так далее упирается в легализацию то есть одно дело он грин карту выиграл что как бы очень мало вероятно да мы все знаем что шанс там небольшой либо он по политике через полгода у него есть разрешение на работу либо там по рабочей визе ведь он даже говорит я приехал по рабочей визе а дальше уже соображал бы там пойти на политику или там пойти ну-ка я сейчас прочту еще раз сейчас заявку на h1b а далее уже легализоваться в зависимости от обстоятельств политика бизнесом и того же еще и бизнес тут добавлять он не знает что по визе h1b можно естественным образом получить грин карту как человек работающий в сша там есть свое продолжение прямо в грин карту поэтому я думаю что в данном случае вот существенно понять на каком-то свете и определиться с легализацией и вопрос сам по себе может быть он не был таким серьезным чтобы много времени ему посвящать но с другой стороны вот вот эти вот отсутствующие элементы понимания ситуации они настолько общие и настолько часто вопросы возникают и настолько часто люди упираются именно в неразрешенность вот этого вот и то есть это h1b а при этом не говорит какое образование или хотя приеду по h1b а дальше буду смотреть или политика или бизнес так по бизнесу можно просто приехать ты можешь просто приехать для того чтобы делать бизнес если у тебя есть бизнес или ты хочешь делать бизнес приезжай делай бизнес это же другая виза совершенно вот андрей иммигрант видео об этом рассказывает у него там весь канал об этом поэтому это тоже путь поэтому разобраться с визовыми вопросами в принципе в свете легализации не вообще как страну попасть а что дальше будет вот как только с легализацией разъясниться значит все остальное уже ну реально пыль на сапогах правда то есть пока что вот весь тормоз в этом вопросе и тогда уже все остальное ляжет очень хорошо органично так выстроиться вот такой такой у меня совет и михаилу и тем кто вот как бы находится на этом пути кто собирает информацию разбирается в вопросе так далее я им желаю чтобы они хорошо разобрались и приняли правильное решение в том смысле чтобы потом не жалеть что они что-то не то сделали или не тогда сделали или сначала сделали а потом стали разбираться и так далее вот вот чтобы убрать этот фактор ну что ребята счастливо и до скорых встреч ну а ну а ну и ну и